Слава Господу! И я повторяю уже который раз и вам спасибо за ваше неизменное расположение, за ваше неизменное расположение, которое позволяет нам иметь такое сладостное общение пред лицем Господним. Я, наверное, коротко, потому что время, и еще хочу оставить время, чтобы не затянуть своему другу, брату Владимиру, благословить свою внучку. Читаю слово, записанное в 2-м псалме. Итак, вразумитесь, цари, научите судьи земли, служите Господу со страхом, радуйтесь трепетом, почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его загорится вскоре, блаженный всеуповающий на него. Мы благодарим Господу и знаем, кому мы служим. Господь сказал Аврааму, Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. А тот же самый Господь, великий, дивный, непостижимый, явивший свою неизмеримую любовь в Иисусе Христе, и мы ему служим, благовеем перед ним. И тут Давид по вдохновению, он пророк, говорит, разумитесь, цари, научитесь судьи земли. Я удивляюсь, братья и сестры, очевидному исполнению Божьего Слова. Я это говорю к тому. С 6 по 9 февраля я был в группе наших, небольшая группа Сакраменто, 4 брата, был приглашен на ежегодный интернациональный молитвенный президентский брекфест, завтрак. 8 числа в четверг уже 66-й раз в Вашингтоне проходят такие интернациональные общения. На этот раз, 66-й раз, были делегации из 140 стран мира. Всего приглашенных было 3800. Я говорил с одним служителем с Украины, он говорит, у нас на Thanksgiving Day на Софиевской площади по разным подсчетам 150 или 350 тысяч было людей, христиан, ну христиане-то он задавали, благодарили Бога. Украина благодарила Бога, как, впрочем, некоторые страны Запада, Америка, Канада, благодарили Бога. И что вы думаете? Правители, так вроде лояльные, не появились. Говорит, плохое предзнаменование. Потому, говорит, когда-то в 2008 году на Большом Киевском стадионе был фестиваль «Надежда», проводил ее Фрэнклин Грэм, то тоже не появился ни Юля, ни Ющенко. И потом их и не стало. Боятся открытого свидетельства. Слушайте, Америка не такая. Благодарим Господа, что нынешний президент в 7.30 утра начался завтрак, в 7.30, так очень рано. Но сказали, что в 5 часов уже все дороги были перекрыты полицией, сильно, ну так, служба безопасности. Вот такой главный зал в большой многоэтажной, 12-этажной гостинице «Хилтон». Такая она мощная такая. Ну и, наверное, 12 наземных и несколько, наверное, этажей подвальных. То на первом подвальном этаже такой зал, не знаю, сколько там точно, но не все, не все. Там было, может быть, 250 столов, так, по 8 душ. Ну я так метров 50 напротив платформы. Чуть позже появился Трамп и сказал, «Мы благословляем Бога, Америку населяют верующие люди, сильные духом и целеустремленные, которые умеют достигать поставленной цели. И на это им вдохновение дает Иисус Христос, открыто, понимаете, президент. И сидят делегаты с разных сторон, я себе думаю, что же там делают буддисты. И буддистов несколько человек видел, но их легко отличить. Они бритоголовые, такие у них красные накидки, и они там были. Или стали христианами, или просто им возможность поучиться. И целая группа представителей Востока в таких разноцветных восточных халатах, такие тюрбаны в них на голове. Ну, наверное, учитесь. И, знаете, выступали, он там назвал несколько таких семейств, которые пережили большие трудности. Майор слепой служил в Ираке и стоял на посту, ехала машина, он заметил, что она подозрительная. Когда она подъехала, она взорвалась, ее парализовало, выбило ему глаза. Ну, он, как сказал Трамп, что люди сильные духом. И он, знаете, выжил и продолжал служить физически. И он опять обрел форму, ну, без глаз. И жена рядом с ним, и он ее обменял. И потом маленькая девочка, 9 лет, больная была. Доктора говорят, да, вот болезнь такая, мы не можем. Мы еще не знаем, она редкая. Ну, мама! И девочка говорит докторам, если вы мне будете говорить плохие вещи, я вас не буду служить. И вот такая, знаете, какой-то верой они жили. Ну, думаю, наверное, верующие. И поставил в пример, и пошел. Сказал, я поздравляю первую леди Руанды. Это жена президента. А Руанда, это небольшая страна в Африке. Она 24 года назад пережила великую трагедию. Там такая резня началась между племенами. Одно племя, которое было у власти, резало другое. За две недели вырезали, наверное, до миллиона жителей. И, говорят, речка, воды не было. Кровь и трупы плыли. Знаю такую бойню, резню устроить. Пока не вмешалась мировая общественность. Это все затихло. Пришли к согласию, выбрали нового президента. И президент созвал этих вдов и сирот. И говорит, слушайте, у меня есть проект. Если вы согласны, давайте объявим амнистию всем этим живым убийцам. Мы тоже не достались? Куда же не подевались? И те сказали, мы готовы простить им. И он объявил амнистию президенту Руанды. И на удивление. Руанда изменилась. Маленькая страна. В Африке. Она такой сейчас претерпевает мощный экономический подъем. И третье место в мире по гарантии инвестиций. Богачи вкладывают туда деньги в строительство, жилых комплексов, дорог, мостов. Развивая эту инфраструктуру промышленности страны. С большими гарантиями. И он сказал, там где Бог, там милосердие, там прощение, там любовь. Так что слава Богу. Царь наш, вразумленный Богом. Мы молимся, думаю, что и вы молите, чтобы Господь его хранил. И потом всякие делегации выступали. Говорили, вот видите как. Надо как Америка, молиться надо. За время этого ужина, может, разов в восемь. Молились. Я думаю, вот оно слово исполняется. И будет проповедовать. Так вот самым наглядным образом. Конгрессмены, сенаторы. Выступали, всех в молитвы приглашали. Вот оно будет проповедано. И всем народом во свидетельство. Полмира там были и президенты, и премьеры, и министры, и всякие видные люди, и артисты, и профессора, научный мир, ученые. И самый добрый, яркий пример. Действительно, во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Мы живем в Америке, нам кажется, что вот мы, вот это мы верующие. Немножко мы, я, это я даже о себе могу сказать, немножко мы не понимаем ни культуры, ни атмосферы, в какой Америке развивалась, ни ихних традиций, так недопонимаем. Вот мне одна сестра наша, украинка, говорит, из Сакраменто, поехали мы на тот берег, туда. Кентакки, я со своей семьей, и дядя, он одинокий, с нами поехал. А он осматик, а там парка так. Приехали в гости, а его в госпиталь забрали, дядю. И я, так, и семья тут, и мой отец тут живет, и дядя в госпитале. Говорит, такое у меня скверное настроение, так тяжело, что это за такая суета. И пришла в магазин, где-то в Костку, зашла уже поздно вечером. Сама не своя, так на душе тяжело, какие-то такие тягучие мысли. Заходят два американца, подходят ко мне и говорят, мы хотим за вас помолиться. Она говорит, а почему? А они говорят, мы ехали по дороге. И Господь говорит, за этим этот магазин, там женщина в ярко-желтой кофте. Она нуждается в молитве, помолитесь за нее. Она говорит, ну помолитесь. Они помолились. Мне, говорит, так легко стало. Я себе думаю, видите, во всяком народе американцев Бог вводит так же Духом Святым, как и нас. А то будет быть еще и лучше. Слава Богу, братья и сестры. Какая сила Божья. Он знает и наши мысли, и наши чувства, и наши переживания. И я немножко хочу один пример тоже, связанный с такой межнациональными отношениями. Это будет четвертая голова Иоанна Летриана. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь. Я так пропускаю, там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись, уставший Иисус, сел у колодца. Было около шестого часа. Шестой час, это по-нашему, это двенадцать. Это знойный полдень. И приходит женщина из Самарии, почерпнуть воду. Иисус говорит ей, дай мне пить. А ученики отлучились в город купить пищи. А женщина самарянская говорит им, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Иудеи с самарянами не сообщаются. У них в древности одни корни были. Это те же евреи. Но время поработало вразрез. У них свое божество, у них свои святыни, у них свои традиции. Они отпадшие. И она уже сама говорит, да ты что? Да ты иудея, я самарянка, и ты у меня просишь воды пить. Иисус сказал ей, если бы ты знала дар Божий. И кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила у него. И он дал бы тебе воду живую. Ищина продолжает стоять на своем. Она говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем. А колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего, Якова? Он нам дал тот колодец. Сам пил. Дети его, скот его. Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию в колодце, во жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Она не сдается. Женщина говорит, господи, дай мне той воды, чтобы мне не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди там, позови мужа. Она сказала, нет, мужа, у тебя было пять. И она уже называет. Господи, вижу, что ты пророк. В самое неожиданное время Бог встречает людей. Это было самое неподходящее время для общения. Она выбрала это время. В полдень за водой никто не ходит. Жители безводных мест, пустынь, они очень рано, мы видели в Африке, рано утром целая очередь людей, там колонка, качают воду. Целая очередь, рано утром еще прохлада. И когда все набрали, людей нету. Она знает свою жизнь, ей неудобно. И она пришла в безлюдье. И там ее встретил Господь. Об этом мы и песни поем, у нас есть такие песни. До Самарии не знала, что как бедную овцу, я извиняюсь, длань Христа ее искала, чтобы привезть к отцу. И что тот, кто полон желания снять с нее греховный днет, и избавить от страданий у колодца ждет, вот там ее встретил Господь. И сказала величайшую истину, что вода, которую я дам, она будет не просто водоем, она будет источником воды, будет текущей в жизнь вечной. О воде. Братья и сестры, вода для человека – это одно из самых необходимых природных вещей. Вода. И организм с воды. И без воды невозможно. Пища одно, сон одно. Но вода самая необходимая из того, чем человек пользуется. Вода приносит, конечно, приносит наслаждение, удовольствие. Мы едем в Мексику, и там по берегу. Такая нищая Мексика, такое же небо, как в Америке, такая же земля. А пустынные горы не освоены. Но возле берега океана богачи, наверное, из Америки такие коттеджи построили высотные гостиницы, как свечи стоят. Вода. Это средство удовольствия. Купаются, наслаждаются, загар принимают. Различные ванны. Но это все временное. Это все для тела. Это, как сказать, водоем. Но вода, которую я дам, она будет течь. Она не стоячая. Есть разница. Есть речка, есть озеро, есть источники, и есть водоемы. Вот в том-то и проблема, Господь говорил, Израиль через деревья пророка 2 возглазил, народ мой. Меня источник воды с живой забыли, отвергли, а избрали. Я же источник, я теку, я обновляю, я посылаю, даю. Мой источник неистякаемый. А вы избрали себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды. О чем это Господь говорил? Ну, конечно же, мы понимаем, что это Господь говорил в Духе Святом. И Он сказал, что это истина доступна только тем людям, которые жаждут. Вот мы читаем следующая глава, там 7 глава, тоже Иоанна. Он сказал, в последний день праздника стоял Иисус и возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, вот как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Объяснение. Это говорил Он о Духе Святом. Потому что еще не было, Иисус не был прославлен. Это Дух Святой. Это живая вода. И человек, обладаемый, вводимый Духом Святым, является источником. Из Него исходит. Из сердца, наполненного Духом Святым, исходит. И добро, и любовь, и милосердие, и сострадание, и участие. Братья и сестры, мы удостоились такой чести обладать текущей водой. Она не стоячая. Есть большая разница. У нас есть такая дача наша церковная. Там был хутор. Мы купили. Время года шли, там что-то делали. И мы там на месте болота выкопали, такую емкость сделали, напустили воды, потому что там скважины. Но проблема все время. Вода зеленеет. Для того, чтобы в водоемах люди хотят сделать водоемы чем-то таким привлекательным. У нас стоячая вода. Они изобретают фонтаны. Фонтаны. Бьют, чтобы вода циркулировала и обращалась кислородом. Это все искусственное. Это не так интересно. Но мы сделаем, чтобы было интересно. Эти фонтаны подсвечивают, они огни меняются. А все равно вода зеленеет. Это водоем. Но там, где вода течет, ничего не надо, ни фонтану, ни подсветки. Течет живая вода. Но только у тех, кто жаждет. И Господь сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, вот как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Жаждущему дам. Гарантии Бог выдает. Представляете? Бог вредизависимый. Я гарантию даю. Жаждущему дам. Даром. Вот источника воды живой. Братья Иисусу, у нас когда-то была жажда, великая и сильная жажда. Мы плакали. Боже, крести нас Духом Святым. И Бог же верный. Это обетование нами, нашим детям. И мы получили Дух Святой. Вода потекла. Потекла ли? А как знаешь, она течет? Когда мы получили Дух Святой, братья и сестры, это же не просто для забавы, для хвальбы. Когда-то я был в общении с молодежью, я не знал, какая молодежь. Вот такие веселые. Мне так нравилось веселые. Все так. Я говорю брату такой деловой. Я говорю, ты духовный? А он мне, оказывается, баптист. А я не с духовенства. Тебе это все чуждо. Ты не жаждал. И никогда такого утешения, какое имеет жаждущий, получивший, ты никогда не... А он такой веселый. Это избыток от плоти. Это он имеет водоем, так что-то он знает, да. А я тоже в юности, когда-то был в Бресте. Это крепость. Город-герой Брест, и там крепость. Это первая такая серьезная преграда на пути немцев, когда война началась. Сегодня это большой военно-исторический мемориал. И там одна композиция. Называется «Жажда». «Жажда». Раненый солдат, видно, раненый, так сделанный, скульптура такая, он лежит, и у него каска на голове, металлическая, пробитая. И он так каску протягивает, просит воды, чтобы кто-то же воды дал, он там тогда возьмет. «Жажда». Я хотел бы, чтобы у нас и сегодня оставалась такая жажда, как была раньше. И вода, которую он нам дал, была текущая. Приносила, мы получаем, людям дарим. Сколько несчастных людей вокруг нас. Да не только в Мексике. В Мексике мы видели. Целая, целый интернат. Я бы сказал, одержимых детей, одержимые. Они ненормальные. Вроде физически так еще можно мириться, но все они mental problems. Это какие-то наследственные. Дьявол конкретно имел прикосновения. Это родовое, конечно, они все ненормальные. Ложа такие прыгают, кричат там все. Я стоял в стороне и думал, Господи Боже, тут нужна сильная молитва, тут нужно сделать такое как бы исследование, разрушить проклятие. Это дети такие, родители точно такие же. Много. И в Америке их много. И вот текущая вода приносит утоление, жажду тем, кто нуждается. Я хотел бы, чтобы вы не были водоемом, состоячей водой. Я хотел бы, чтобы Дух Святой, который мы получили, Он нес. Дух Святой несет полноту Божью из нас, кому-то, а Бог нас употребляет для своей славы. Я должен закончить. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Давайте мы станем помолимся. Я призываю вас к ревности. Во имя Иисуса. Субтитры сделал DimaTorzok